Всем привет дорогие мои! Сегодня готовим дрожжевые пончики в глазури, в сахарной глазури. Для этого нам понадобится 200 грамм муки, 150 грамм молока, 20 грамм дрожжи. Подогреваем молоко до температуры 40 градусов Цельсия, туда добавляем дрожжи и добавляем 100 грамм муки. Все это ставим опара, ставим подойти на некоторое время, когда появятся пузырьки. Пока подходит тесто, опара наша, готовим сахарную пудру. Берем 150 грамм сахарного песка, добавляем туда десертную ложку воды, потом понемножку добавим еще по чуть-чуть. Но смотрим, она должна быть очень густой, консистенция очень густой сметаны. Туда еще я добавляю пол чайной ложки винного уксуса. Все это размешиваем. Глазурь должна быть консистенцией густой сметаны. Просеиваем муку. Берем остатки нашей муки, это 100 грамм муки. И сюда же мы добавим нашу опару, та, которая подошла. Появились большие пузырьки, прекрасная дрожжевая опара. Вот подошло, вот какое оно красивое. И мы добавляем нашу муку. Будем вымешивать. Я беру деревянной ложечкой. Ложка моя еще от бабушки мне досталась. Лучше всего работать с дрожжевым тестом деревянными ложками. Ну и, конечно, дрожжевое тесто любит руки. Поэтому самое лучшее вымешивание это руками. Вначале вымешиваем ложкой. Тесто у нас очень жидкое, поэтому деревянной ложечкой вымешиваем. Покручивая миску, я покручиваю, оно так мне удобней. И перемешиваем, чтобы оно было без комочков. Дрожжевое тесто любит, когда его хорошо вымесил. Далее тесто становится более густое. И мы вымешиваем рукой. Эти пончики очень быстро делаются. Они вкусные. Вымесили наше тесто. Получилось оно не тугое и не жидкое. Такое приятное на ощупь. Сейчас будем с него формировать шарики. Поставим, пусть они немножко подойдут еще. Формируем шарики, пончики, наши будущие пончики. Складываем их на деревянную досточку. Вот такой конфигурацией получаются пончики наши. Теперь мы их положим, чтобы они немножко отдохнули. Отдыхать отправляем наши пончики на досточку. Минут 15 пройдет. Чуть-чуть их прижимаем. Но они так потом еще подрастут. Дрождевое тесто, оно как живое. Поэтому не любит сквозняков, любит тишину. С ним надо работать очень нежно. Это живое, живое, живые дрожди. Поставили растительное. Этим временем я вам показываю, какая у меня получилась глазурь. На глазурь, друзья, ничего не надо. Только сахарная пудра и ложечка воды. Подогреваем растительное масло. Когда оно закипело, бросаем наши пончики. Те, которые отдохнули. И зажариваем до золотисто-коричневого цвета. Переворачиваем их с двух сторон. И вот такие. Первоначально я попробовала взять горячий пончик и залить сахарной глазурью. Обвалять их там, обкупать. Но горячие пончики не подходят. Их надо все-таки, друзья, выложить. Выложить. Пусть они немножко остынут. А затем полить глазурью. Вот наши пончики. Такие золотисто-коричневого цвета получились. И сейчас мы их обильно заливаем нашей сахарной глазурью. Лазурь держится потом прекрасно на пончиках. Пончики очень вкусные. Конечно, можно уже кто как захочет. Можно даже вовнутрь пончика влить при помощи кондитерского шприца. Можно влить какое-то варенье. Сделать заварной крем и так далее. Пончики получаются очень вкусные, друзья. Рекомендую попробовать. Вот такие получились наши пончики. Быстро, оригинально и очень вкусно. Попробуйте, не пожалеете. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Будем дружить. До новых встреч в эфире. Можно укрыть их. Потом я укрываю. А сейчас вам покажу, какие они получились симпатичные и очень вкусные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.